Музыка Всем привет и кто меня не знает, я Исулу и это канал Fancy Something Сегодня я постаралась выглядеть как можно более женственно И это было сложно И это уже второе видео, приуроченное к 8 марта Первую часть ты сможешь посмотреть вот в этой подсказке сверху Там мы делали подарки своими руками в трех ценовых сегментах на бюджете средний и дорогой Такого вы точно нигде не видели, они достаточно простые, но выглядят как покупные И их совершенно не стыдно подарить И так как этот канал я веду уже очень давно, я собрала целый плейлист к 8 марта Там собраны все идеи подарков, открытки и так далее Поэтому вот здесь я оставлю ссылочку, а также ищите в описании Кто любит фэшн иллюстрации, я в своем инстаграм Fancy Something выставила бонусное видео, в котором мы будем рисовать лабутены Они получились такие красивые, хочу себе такие же Поэтому заходите в мой инстаграм Fancy Something, я там все подробненько объясняю Ну а нам пора приступать, поехали! Итак, нам нужно начертить круг Я взяла какую-то крышку от баночки У нее просто идеальный размер Затем берем акриловую краску и смешиваем с оранжевой, чтобы получился приятный теплый оттенок И полностью закрашиваем этот круг Я практически не добавляла воды, чтобы краска была плотнее По краям добавьте вот таких вот волн Они должны быть неравномерные Теперь наберите коричневой краски и обведите этот круг Но не замыкайте его до конца Нарисуйте вот такие палочки вверх И золотым маркером я нарисовала что-то типа гвоздика В общем, у нас получились пяльца Ну, знаете, такая штука для вышивания И сейчас мы будем рисовать что-то типа вышивки Так, что-то этот цветочек я слишком быстро нарисовала Сначала черной ручкой нарисуйте вот такой кружочек А вокруг него белым корректором я нарисовала такой неравномерный круг И уже внутри этого круга рисуем вот такие палочки Это первый вид цветочка Второй вид Посередине нам тоже нужен черный кружочек Затем я взяла красный фломастер И вокруг этого круга начала рисовать какие-то геометрические линии Которые образуют ромбы, квадраты и прочее Рисовала от фонаря Так и надо Я не могу это объяснить точно Потому что здесь нет никакой технологии Но линии у цветов должны быть острые Потому что это же типа вышивка Также в качестве декора я добавила листочки Заметьте, они тоже достаточно острые Добавила голубых ягодок И третий вид цветочка Также в середине нам нужна черная точка И уже от нее исходят вот такие треугольники Так как края у цветов достаточно острые И они напоминают геометрические фигуры Все это напоминает вышивку на ткани Готово Теперь простым карандашом я наметила слово мама Либо имя того, кому адресовывается эта открытка Может вы бабушке хотите подарить И теперь настоящей ниткой с иголкой Начинаем вышивать Но начинаем это с краю Самой последней буквы Главное делать это аккуратно Не натягивайте сильно нить А также будьте аккуратны в промежутках между стежками Делайте их побольше, чтобы ваша бумага не провалась Лайфхак Лучше сразу сделать дырочки Ровно по линии Тогда вышивать вам будет гораздо проще И вот и все Вышивка готова Видите, сзади осталась игла с ниткой Вы можете вытащить ее внутрь И зацепить прямо на открытке Для правдоподобности Но я все-таки решила отрезать Чтобы это не было травмоопасно Не забудьте зафиксировать нить Завяжите узелок несколько раз И затем уже красками я нарисовала нить Вокруг нарисовала мотки с нитками, ножницы И все это похоже на флетлей Как будто кто-то вышивал И оставил все инструменты прямо на открытке Мне кажется, это очень красиво И тут есть элемент диайвай А те, кто хочет более продвинутого уровня Вы можете действительно взять пяльца, натянуть ткань И вышить какое-нибудь пожелание И подарить это в качестве открытки Получилось очень по-весеннему И супер женственно Ну где вы такое купите? А эта открытка будет супер простая И очень милая Для этого нам понадобится акварельная бумага Сложить ее пополам Получится мини-открыточка горизонтальная Рисуем вот такие линии сверху Это будет ветка И теперь одной линией выводим вниз Вот такую шестерку Теперь вот это будет лапа Рисуем вторую лапу вот таким же образом Образую шестерку Я не дорисовала Дорисовываем вторую линию У нас получается вторая лапа А третья лапа уходит вниз Образую спину И выводим прямо к голове Получилась такая большая дуга Дорисовываем нашу прошлую шестерку И у нас получаются две головешки Одна побольше, другая поменьше Затем берем ластик и все подтираем Но не сильно Вы должны немного видеть силуэт Так как акварель достаточно полупрозрачная Я не хочу, чтобы сквозь нее был виден карандаш Затем намешиваем желтый цвет И закрашиваем Как это делать, вы знаете, я уверена Темно-коричневым цветом Прямо на мордашке я нарисовала Что-то похожее на капельки Мордочка у ленивцев ну просто милашная Вот эти капельки Это что-то вроде пятен В районе глаз Дорисуйте ветку И золотым маркером я добавила декор Нарисовала что-то типа посыпки Как на пончики И как только красочка подсохнет На глазах рисуем глазки и ноздри И да, не забудьте про когти У ленивцев просто гигантские когти Но насколько я знаю, они ребята безобидные Вообще ленивцы, мне кажется, супер милые создания Не самые очевидные для открытки Обычно зайчат рисуют, медвежат А у нас будут ленивцы Вы смотрели тот мультик, где на кассе стоял ленивец И он делал все супер медленно Это было очень смешно Я помню в кинотеатре тогда весь зал просто ржал Как назывался мультик, не напомните? Это открыточка более юмористическая И вы помните эту песню? Мама Так вот, мы нарисуем такую открытку Недавно мы посмотрели фильм Богемская рапсодия И я влюбилась в группу Queen еще больше И нам нужно нарисовать солиста Фредди И для того, чтобы дорисовать портрет Не обязательно заканчивать художественную школу Сейчас покажу, как упростить процесс Сначала я распечатала фотографию Ссылку на это фото я оставила в описании под видео Вырезаем точно по контуру Рука нам не нужна И переводим Фредди Меркьюри Прямо на белой бумаге Вот такой силуэт у нас получился Ну, а внутренние части лица Глаза, уши и ностри Можно продавить тупой иглой Либо пустой шариковой ручкой Готово Теперь все это обводим И у нас начинает появляться очертание лица Все остальное можно уже дорисовать самим И далее я думала, во что вы его одете Его фирменную белую маечку Или в знаменитый желтый жакет И угадайте, что выбрала я Он должен быть, естественно, в желтом цвете Я сразу нарисовала жакет для удобства Но делать это сразу не обязательно Возьмите черный лайнер У меня Micron 05 И обведите лицо точно по силуэту А волосы я закрасила вот такими штрихами Мне нравится этот эффект Что волосы не залиты сплошным черным цветом Готово Теперь все это вырезаем Вот, видите, как все аккуратненько смотрится? Теперь прикладываем Фредди К желтой бумаге Намечаем места будущего жакета И помните, на белой бумаге Я уже рисовала жакет Поэтому я его тоже вырезала и обвела Как и Фредди в самом начале Затем также намечаем все рукава Ремешки и прочее Если приглядеться, то можно увидеть по краям жакета Беленькую тесьму Я ее тоже наметила с помощью корректора Он более плотный и его хорошо видно И теперь все это обводим черным лайном И я очень люблю на куртках делать вот такие вот маленькие стежки Мне кажется, такие мелкие детали очень круто смотрятся Ну вот и все, готово! Теперь все это нужно вырезать близко к контуру И вот что у нас получилось Две детали Кстати, для удобства я могу все это отсканировать И оставить ссылку в описании Надеюсь, вам пригодится Пора бы уже приклеивать Промазываем голову клеем И приклеиваем на голубой фон Лишнее отрезаем И далее идут детали от жакета Мне кажется, голубой и желтый просто прекрасно сочетаются Если вы хотите узнать, зачем мы все это рисовали отдельно Вырезали и приклеивали То объясню На темной и яркой бумаге очень сложно закрашивать При этом, чтобы краска смотрелась очень гладко и не плешивила Для этого вам понадобится акриловая краска Но придется наложить слоев 3 или 4 И при этом это не всегда выглядит аккуратно Поэтому для экономии ваших материалов И чтобы смотрелось круто Этот способ подходит идеально Лишние детали отрезаем и готово! На розовой бумаге я вырезала облачко диалоговое Промазала скотчем и приклеила сверху Я сказала скотчем Господи, моя голова уже совсем не соображает Клеем! И в этом диалоговом облачке я наметила слово «мама» И снизу можно подписать «у-у-у» или «а-а-а» Как вам нравится больше? Все это я написала белым корректором И обвела черным лайном И наша открыточка готова! И на этом месте должна была появиться Это та самая песня из группы Queen Но на YouTube ужесточили политику защиты авторских прав Поэтому я буду петь «Мама, у-у-у-у» О боже мой! Мне не стыдно, потому что мне не привыкать и вам тоже Ребята, у меня есть одна новость Которой я не могу с вами не поделиться Те, кто не знает У меня есть второй канал Айсулу Нуртаева Там я снимаю макияжи Мы болтаем В общем, такой лайфстайл И там уже больше 100 тысяч подписчиков, и мне пришла кнопка, уже моя вторая кнопка, между прочим, вот это, так, немного запылившаяся кнопка моего первого канала, Fancy Something, в общем, у меня вот две такие серебряные кнопки в разных дизайнах. Видите, 100 тысяч человек оценило этот канал, поэтому заходите, там я стараюсь, выставляю видео, стараюсь везде успеть снимать на этом канале и еще на втором, поэтому эта награда наша, большое вам спасибо. Эта открыточка будет тоже юмористического характера и супер простая. Сначала вам нужно нарисовать круг, это будет будущая голова. И как по всем правилам мультяшек, голова будет больше, а тело меньше. От головы проводим вот такие дугообразные линии вниз, это будет туловище. По бокам пририсовываем две сосисочки, это наши руки. Делим это туловище практически пополам, чуть-чуть выше. Это будет пояс, талия, если это можно так назвать. И начинаем этого пупсика одевать в одежду вандервумена, чудо-женщины. Такие некие доспехи. В этом месте рисуем трусишки. И за что я обожаю рисовать мультяшки? За то, что все части тела очень смешные. Вот, к примеру, сейчас ножки в сапожках мы рисуем вот такими косолапами. Это придает мимимишности. Не забываем, что у вандервумена на голове был такой ободок. И теперь к этому кругу пририсовываем волосы. А они у нас будут развиваться на ветру. Готово. Теперь закрашиваем кожу светло-розовым оттенком. Я все это рисовала акриловыми красками, вы можете взять и гуашь. И как я обычно и делаю, сначала все выполняем в цвете, а уже затем после высыхания приступаем к лайнеру. В принципе, мы закончили заполнение цветом. Смотрится так себе, согласитесь? Но когда обводишь лайнер, все становится супер аккуратно. И создается впечатление, будто открытка куплена. Как в этот раз мы рисуем волосы? Мы проводим длинные линии. Закрашиваем не штришками, а длинными непрерывистыми линиями. Их также можно миксовать то толще, то тоньше. И создается очень прикольный эффект волосков, что ли. И волосы будто разделяются на пряди. Наши волосы готовы. На лице розовым фломастером я наметила щечки. Румянец такой яркий. И черным лайнером нарисовала маленький ротик. И большущие закрытые глаза с ресницами. Ох, обожаю рисовать мультяшек. Все такое смешное. И да, в руках я забыла нарисовать лассо. И, кстати, если ваша мама, к примеру, любит вязать, в руках вы можете пририсовать спицы вместе с пряжей. Если она любит готовить, можете нарисовать чайник или сковородку. В общем, придайте открытке индивидуальности. И, кстати, если ваша мама блондинка, можете рисовать вандербумен блондинкой. Наша маленькая девочка готова. Теперь можно пририсовывать сверху текст. Я наметила его расположение, чтобы ничего не было криво. И я хотела написать, ты просто супермама. Я не думаю, что моя мама бы поняла, что значит вандербумен. А вот супермама она поймет. Ну, типа супергерой. И уже как по традиции я подтерла карандаш. Так как мои фломастеры тоже немного полупрозрачные. Сквозь них тоже виден карандаш. И голубым цветом под цвет трусишек написала, ты просто. Супер выделила красным цветом, а мама выделила черным. Затираем все вспомогательные линии. И вот такая открытка у нас получилась супермилая и очень простая. Надеюсь, вам понятно было, как ее рисовать. Обожаю рисовать мультяшек. Никогда не устану это повторять. Следующая открытка будет суперпростая. И это про леттеринг. Куда же без него. На этот раз мы будем рисовать на розовой бумаге. Красным фломастером сочетания розового и красного ван лав. Мы будем писать в стиле баунс. Тот, кто не знает, что это такое, посмотрите мой плейлист с леттерингом. Мы это проходили. Кратце объясню. Мы чередуем буквы. Одна побольше, другая меньше. И так далее. Видите, буква А маленькая, а буква Я большая. И создается эффект, будто буквы подпрыгивают. Поверьте мне, я тоже не профессионал. Училась всему сама. Поэтому и у вас тоже получится. Главное, тренируйтесь. Почему я показываю эти видео? Вы можете просто повторить мой почерк. Повторить каждую букву. И у вас точно получится. Я написала фразу. Лучшая мама, лучшая подруга. У меня это действительно так. Готово. Теперь мы будем выполнять технику фейк леттеринг. Как я это называю. Это идеальная техника для новичков. Проследите за линиями. Те линии, которые уходят вниз, нужно утолщить. Это идет вверх, а это вниз. Именно так мы все пишем верно. Эта линия, значит, будет толще. Вверх и вниз. Эту линию утолщаем. Вверх и вниз. Утолщаем. И так далее. Вот и все. Делаем так в изиде. И места утолщений закрашиваем. Видите, создается впечатление, будто бы вы писали пером, либо кистью. Я очень сильно люблю этот способ фейк леттеринга. Получается всегда хорошо. И обязательно посмотрите плейлист с леттерингом. Я также продублирую ссылку в описании под видео. Посмотрите все выпуски, если хотите научиться леттерингу. У вас точно получится. Лишнее отрезаем. И у нас получилась более квадратная открытка. И я очень люблю подрезать углы. Ну или закруглять. Тоже очень круто смотрится. И давайте добавим декор в виде вот таких тоненьких листочков. И я нарисовала что-то типа тюльпана. Также в качестве декора в пустых местах я расставила точки. То поменьше, то побольше. Такой некий эффект брызг. И тадам! Наша открытка готова. Я никогда не пропускаю открытки с леттерингом, потому что это такой изысканный минимализм. По крайней мере, вы можете нарисовать такую открыточку и сфоткать в инстаграм. Очень фотогенично. Для плетлей с цветами идеально. Ну а сейчас вас ждет бонусное видео в моем инстаграм. Fancy something. Оно состоит, по-моему, из двух частей. Или из трех. Я еще пока не смонтировала. Но я там все подробно объясняю. Поэтому посмотрите, какие лабутенчики мы нарисовали. Ну а я поздравляю всех женщин, прекрасных дам. С наступающим 8 марта. Желаю вам быть такими, какие вы есть. Ну а вы пишите в комментариях, какая открыточка вам понравилась больше всего. И присылайте свои работы. Отмечайте меня в инстаграм. Если что-то из этого вы повторили, я обязательно посмотрю. Пролайкаю по возможности. И подписывайтесь на мой канал Fancy Something. А также на мой второй канал. Айсулу Муртаева. Здесь будет плейлист, где собраны подарки и открытки к 8 марта. Ну а это видео рекомендует тебе YouTube. Значит, оно тебе точно понравится. Ну а я с вами прощаюсь. И мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую. Всем пока. Пока.